Сегодня я расскажу вам, кто в Калмыкии Майтрея. Майтрея – Будда грядущего. Многие часто опутаются, полагают, что Майтрея – это женщина, а не мужчина. Правда, имя Майтрея больше похоже на русское женское имя, вроде Надежда или Мария. Сразу поправлю заблуждающихся, Майтрея – мужчина, согласно всем буддийским пророчествам. Это просто имя такое санскритское, не совсем привычное для нас. Хотя, это для нас современных оно непривычно, а каких-то сто лет назад оно было очень даже привычно для наших предков. Звучало, правда, имя Майтрея на калмыцком как «Медр», на Тудобичик будет писаться «Майдари». Эту санскритскую форму имени калмыки давали преимущественно буддийским монахам. Мирян с таким именем я не припоминаю, но, может, хотя кто-то и знает. Нужно заметить, что имя Майтрея производно от санскритского термина «майтри», переводящегося на рысский язык как «любящая доброта» или «любовь». У наших предков это имя было весьма популярно в другой форме, на тибетском языке, где звучит оно как «джампа» и имеет такое же значение «любящая доброта», «любовь» или «толерантность». Такой тибетский вариант имени больше известен у калмыков. Наши предки произносили это тибетское слово со своеобразным калмыцким акцентом «джамба» или «замба». Но ни в коем случае нельзя путать это имя с именем «замбо», имеющим совсем другую этимологию. Именно от калмыцких имен «джамба» или «замба» произошли фамилии «джамбинов», «джамбаев» и «замбаев». Еще один интересный факт про это имя. Тибетское слово «джампа» на калмыцком языке еще со времен «заяпандиты» переводится глаголом «асырхэ» на «тудобичик асараху» или прилагательным «асрынгу». А это значит, что люди, носящие фамилию «асархинов», тоже являются тезками джамбиновых, джамбаевых и замбаевых. Таким образом, теперь мы знаем, какие варианты имени Майтрея существовали и существуют до сегодняшнего дня в Калмыкии, а также то, как переводится имя этого Будды на тибетских и калмыцкие языки. А это значит, что не только в Индии есть Майтреи, но и у нас в Калмыкии. Причем есть на трех языках – санскрите, тибетском и на нашем родном калмыцком. Субтитры подогнал «Симон»!